друзья у нас последняя стадия встречи я очень вам благодарен вот вы мне буквально заставили жить так вспомнить какие-то секреты полузабытая а и вдруг стоило мне пожаловаться на здоровье что сейчас пойду лягу привычка сработала у меня поплакаться знаете как вот все больного еще взять и вот получать не получается что вы мне надавали советов как вы сказали куркума куркума для пищеварения а почему я включил этот и это самый а потому что вдруг кому-то еще пригодится выслушав ваши советы я был очень жаль что не был включен этот а сейчас почему я включил моего последняя находка может совпадение но почему я вам это говорю потому что а вдруг поможет кому-то после коронавируса я превратился в растение все через силу все через силу час работы два лежу час работы два лежу вот езжу на машине уже чувствую что как зрение то есть внимательности нет надо бросать в общем все хреново однажды случилось чудо у меня созрели манджурские орехи и вдруг такое случается мне чек который а я пытаюсь продавать а берут плохо вот за месяц аж 5 орешков продал 150 рублей заработал да вот они лежат там мне несколько ведер стоят и никому не надо и вдруг ко мне приходит письмо электронно а там фотографии человек берется чурбан ставит на него орех торчком разбивает и получается ну почти целиком мякоть не то что как бы я раньше бил пробовал в крошево манджурский орех там мало мякоти когда он мне этот способ рассказал я его тут же в ю тубе выставил чурбан бью молотком все получается ну зачем это людям надо и тогда я узнаю а это сейчас не секрет что манджурский орех от мякоти это середка как называется ядрышки да и это мало но ценность 10 в то раз больше чем у грецкого ореха грецкий орех вкусные все но это пустышка польза есть а этот настолько полезен манджурский что а это я читаю я еще не пробовал что на самом деле его надо еще и ограничивать в еде то есть каким-то образом добыть эту мякоть который мало он как бронированный такой толстая кожура толстая это скорлупа вот и вот я получил это письмо чурбан фотографии как молотком бьет и взял попробовал да действительно мякоть в основном не разбивается это не превращается в это слякоть а действительно удается такими кусочками извлекать и кушать через два дня у меня глаза на лоб я взбесился я давно забыл что такое вон посмотрите что такое рубить дрова я топор не мог поднять после коронавируса представляете вот посадите эти два топора которым чурки и рубятся эти каких-то колуны я его поднять не мог а сейчас сколько нарубил что-то излучилось и так совпало что это случилось когда я начал есть мякоть ну по 5-6 орешков может совпадение может нет а вдруг пригодится кому-то вот у меня советовно давали а это мой совет потому что я не не впервые никто мне про это не рассказывал вот взялся и писал фотографии удобно рубить колоть торчком когда на мягком на мягком дереве стоит торчком это маленькое отверстие в этом чурбаке вот и так все совпало что посреди на меня сейчас да я еще жалуюсь это уже привычка вот но иногда бывает все слишком схватывает надо остановиться вот а сейчас последний раз я похож был на больного вот эти два-три часа а нормально и а вдруг это манджутский орех вот ну и перед этим я вам еще что сказал страшную смертельную астму я вылечил две тысячи тысяча девятьсот восемьдесят пятом году 40 страшную зиму с ограждаться морозы 8 10 вечера я купался плавал венесея раздеваясь на берегу до плавок вот в этот дикий мороз без всякой подготовки мне уже мне было уже все равно я боялся в любую ночь я уже не это дыхание уже не восстановится через месяц я был абсолютно здоров вот и до сих пор здоров вот это тоже совет единственное что если кто-то не вы конечно а тут у меня слышит у кого-то это страшная смертельная болезнь чтобы с дуру не полез в воду это надо у меня есть это фотографии потом когда поумнел веревкой привязывал себя к берегу это да только лес чтобы не унесло в абакан ночью это у нас получилось страница здоровье вот но так как еще зарядка терпит вот я с удовольствием еще вышел ваши советы потому что у вас наверняка они есть особенно у старшего возраста надо громко говорить от печени хорошо помогает гептерару так можно видеть уколы можно видеть гептерару да от сердца хорошо помогает мельдранат мельдранат от сердца карба 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 целоза ладно я потом прослушаю запишу такие советы многом стать вот это самый главный вопрос мы с вами абрикосоводы это миф или правда что абрикосовая мякоть абрикосовая сердцевина как еще по-другому то это ядрышки что помогают от онкологии ваше мнение лично ваши никаких то там честно говоря она абрикос очень хорошо помогает от сердца большое количество кальция грецкий орех абрикос потом изюм это традиционно среднеазиатских и да и поэтому люди вот до 90 до 95 лет жили основном я знаю почему про грецкий орех вы же у нас главный специалист в россии по грецкому ореху я ничего не путаю а вот и надо и к эти диплом и наверное ученые степени это все с грецким орехом сознать да книги написали грецкий орех такой книги и совещание в киргизе будет это международное совершение и там признали эта книга за прошлый за это век самый лучший а просто книги или вы к ним отношение иметь и потом отобрали лучших из лучших сортов которые на второй на третий год вступает по отношению и полиморфизм систематик разрабатывали сатур впервые сатой классификации между прочим я впервые в наук и нашел форма собой полом и цветками обычный грецкий орех однодомный раздельно полы а мне как-то удалось вот найти форма обои полом и цветками этого наука не было известно поэтому вот это открытие вот книга жизнь растений отметили даже там академика хаджа нашим ученым говорил вот это открытие сделает книги жизнь растений бесценным вот такой слышали интересная вещь значит максим сказал что минус 25 зимой на алтая гор на алтая то есть в горах так а если это навсегда как нам заниматься грецким орехами или нет все-таки он вкуснее чем манчжурский нет производства это манчжурский орех у всякой замостойкой ну что делать то гибриды гибриды делается это гибрид гибридной формы вводили вороны же были институт генетики и селекция орехоплотный культур там получили гибрид грецкий орех манчжурский грецкий орех чертный и грецкий орех ну особенно мажорским ну скажу вас коррупа она тонкий коробки меньше а ядра больше и где она это богатство дальше не пошло а у нас у людей так ну ка максим почему нету молодой ученый будете заниматься этим добычи ученые они вывели в коллекциях есть есть еще нет это вы обязаны у вас ученые есть вы вы как сказать это редкий случай как сергей железов агроном а занимается этим частным питомниководством железов старший кто я фермер ну кто такой фермер это среднее между этим самым самым разнорабочим или например этим ну понимаете колхозником вот вы собираетесь заниматься грецким орехом ну пока нет а ну вот видите все но я вот и средний как средний азии ездили ну где-то полцотна семян привез черемушки вот это майна раздали ну сейчас десятку форм растут некоторые из них плотносят там тепло да там тепло идея очень хорошего идея вот именно маньчжурский орех это гибрид маньчжурский орех грецким чтобы именно ядра был побольше полезные свойства побольше вот это полезные свойства и зимостойкости высокий и сибирскому региону можно распространять вот эта идея действительно очень ценная давно литературу не смотрел надо посмотрю именно это маточники этой коллекции где находится да ничего практически не нигде нет наука молчит я знаю допустим много лет раскрученные самые это у нас о память васин по моему с турской области это все таки турская область извините это не африка это вот по-моему это край пока значит савини чирина санна живьем знает один грецкий орех визербели но вы знаете там вот и наверное и все вот наверное из несколько орехов которых мы ничего не знаем растут себе растут но это вы знаете вы вдоль поперек изучили ну а дальше учет нам не потянуть возраст не тот молодежь сказал он не будет заниматься на перспективах такой одаренный такой талантный парень институт садоводства работают вот эта идея ему надо да кто-кто это вашего абаканский ресавенко а так это здорово как громко про него а то не слышно ну фамилию не помню дима зовут институте заметили да понятно он может не знают это гибриды существуют и очень ценные гибриды получены я литературу давно что вот это найти именно в сибири распространять мы были корреспонденте киргизии там есть абрикосы минус 38 выдерживают в киргизии в этом в горах мы когда их привезли сюда вот я его на алтайске посеял то есть короткое лето по всей видимости не вызревает древесина подвергает да у нас все так же было мы же приучили понимаете согласитесь что манджурский абрикос также тоже климат не подарок это севитолинские горы а у нас саянские горы так нет вот чем разница это почти ни в чем и получается на них садишь смотришь вот хотите вам покажу эти академики вот абрикос знаете что а хотите вам подарю саженец сеянец академика я брал кости из плодов больше 100 грамм хотите сейчас выкопаю побежите нет или не до этого повезете так академик лоджелезово сели запомнили все сейчас закончим съемку да вот пойдем выкапывать так еще это уже как почетному гостю выкопать саженец я не понял кому кому это у нас знакомый появилась недалеко от это бийского алтайский район и он выращивает вот разных сортов чтобы от вас от меня подарки хорошо 2 ему вам ну как бы как беру лопату беру лопату лучше по это но учтите это сеянец мне нужно что если я буду жив каждый из вас потом сказал вот они трехлетки они небольшие почему они мне в глине растут им надо нормально обеспечить это вот они будут вам день по пояс по грудь вот трехлетки и потом ему дополнение года а потом скажете что получилось они не замерзут никогда вот 40 градусная зима была предпоследняя по барабану хотя это сеянцы но они напичканы геном мажорского абрикоса потому что я брал с привитого абрикоса 100 граммовые плоды самых крупных посеял вот они и увидите они все разные а пошли еще запись не кончилась не ну вот так до вечера вы у меня пол сада вывести пойдем пойдемте так лопата тут сейчас вот молодежь максим вон там он летний душ возьмите там лопату и нас догоняйте пойдемте манжурский острый вниз а вот вниз и вот сюда бить и главное на чурки она так мягко получается ночью она не не отлетает нет почти нет так первый выкапы вот этот самый крупная я по принципу вот на месте дорощу вот пусть они у быстрее получить урожай почему потому что выпускницы тимирязевки вдруг заявили что вот из этих вот 100 граммовых у железова из этих 100 граммовых плодов с косточек вырастут дички и жердели железов занимается мошенничеством и обманом как вам после этого вы думаете мне теперь жалко вот это вы должны доказать что это не будут дички средней азии средней азии раньше вот особенно на померы из пакистана завезли специальные семья есть формы которые 70 процент наследство дает есть 5 процент это не так аккуратно ставьте может удастся землю довести так следующий я уж конечно померьте во первых лучше перенесут пересадку вот это ваш а ну если пора нет это ваш хороший глаз косилки повредили тогда вот этот она отрастет специальный абрикоса наследство очень большой процент дает да тут ведь это другое у меня половина сада это потомки банджурса так половина и они все растут перемешку вот смотрите вот смотрите вот супер абрикосы да все за 100 грамм 1 2 3 4 5 6 а посередине растет дикарь вот он я его использую смотрите как взял прививку сделал видите вот и все равно это дикарь он должен быть в центре это здоровье сада вот этот дикарь метры растет шикарнейший абрикос вон 2 2 метрах он еще 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 так но тут есть правда еще персики вот это ребята здоровье сада вот этот дикарь вот он а про это нигде ни разу за всей истории не написано что посреди культуры должен расти дикарь пусть он опылит пусть он сделает плоды чуть мельче вот но даже в потомстве в этом теперь вы должны доказать если вот это были плоды 100 грамм то пусть это будет 50 грамм вы обидитесь на меня но дикаря не будет я от голову на плаху кладу извините разволновался вот второй так нормально выкопали у вас опыт есть 90 процентов целый вот если поврежден центральный корень так раз два один третий то тот сильно маленькие это это неудачи сейчас погодите вот этот выкапывать страшно повредятся корни ну давайте маленький и вот так вот в этой густоте у меня вот эти самые крупные будут расти до полотношения а селекция отбор уже потом его и дальше не тряхивайте так сейчас будем искать мешки для них это самое главное вот этот ком земле он ценит чем сами корни так ну что посмотрели пойдемте персики покажу еще осталось несколько минут и сама отключится так уважаемые ученые смотрите вот это манжурский абрикос один из вас сыновей видите согласны а вот это персик хасанский плоды были фильм снимал и не один обратите внимание подвойный абрикос центральная ветка стала персиком а боковая ветка осталась навсегда чего я добиваюсь во первых чудо что когда он заплодоносит может быть он все таки от персика чего-то достанется может потеряет например морозостойкость а может получится но вы же знаете что такое лотерея хоть раз есть я который не покупал лотерейный билет так и тут а теперь смотрите это персик на абрикосе вот доказательство пока ветка осталось а это персик на китайской сливе смотрите значит и то это просто сливы все в порядке там на алтае это это персики примерно одинаковые получились по отношении одинаковые но посреди на сливе страшный морозобой на видели раз теперь доказательство что это слива вода на вас ты не обманешь она вот пожалуйста два разных этих две разные получились так ну манджурский орех вам ударить весь смысл нет научите моим маленький дерево мощного огромного и уже некоторые показывал плоды косточки так орехи в виде плодов и утверждает что самый мощный в россии то есть европе они деградировать успели вот так вот манджурские орехи а может они манджурские правда ну все наверно закончим разговор так хотите веточку венгерки до 50 грамм этого мне чего попало секатор далеко ой настоящий настоящий ученый все дать я в руку пожму вот это да первый раз дорвался на такого вот вы взяли да 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 50 грамм вы представляете какое чудо вот так вот ну вроде бы и все надо включая запись скажите ну так чтобы как бы картинка такая скажите до свидания все всем до свидания спасибо за внимание